Это телефон, а это планшет. Так что же это? Примерно так, Asus представил свое новое творение. Меня зовут Хорошев Максим, и вы смотрите обзор Asus под фон 2 на розетке.ру. Казалось бы, только недавно под фон первой редакции поступил в продажу, а я держу в руках уже второй. Asus не Apple, поэтому распоряжается выходом устройств, как хочет. Могу точно сказать, что они вовремя исправили ошибки предшественника и сделали классное устройство, но обо всем по порядку. Под фон 2 это не планшет и телефон за одну сумму, как вы могли подумать. Это телефон и станция к нему, которая превращается в планшет, то есть память, процессор и вообще вся начинка у них общая. Но начинка, стоит сказать, очень мощная. Если брать в расчет телефон, то сейчас на рынке нет более мощного устройства, чем под фон 2. Здесь установлен 4-ядерный процессор Snapdragon S4, графика Adreno 320 и 2 гигабайта оперативной памяти. Много, ясное дело, не бывает, да и для больших игр это вряд ли помешает. Оба устройства, если можно так сказать, работают очень быстро. Я бы сказал, чрезвычайно быстро, поэтому Android 4.1.1, до которого я обновился после приобретения, чувствует себя хорошо. Asus немного доработал стандартный интерфейс гугловской системы, но выглядит он почти так же. Здесь появились некоторые фирменные приложения, вроде Asus Studio, где можно обрабатывать фотографии, или Audio Wizard, настройка звука под определенной задачей. Если говорить проще, то общий эквалайзер. Штука в самом деле удобная и не лишняя, да и звук в под фон 2 отличный, так как был сделан фирмой Waves Audio. В интерфейсе ничего необычного нет, но есть одна классная особенность. Если вы, например, пишете смс на телефоне, а экран для высокопарных писем маловат, то можно вставить под фон в планшет и через пару секунд продолжить уже на большом экране. Это очень здорово и такого решения на рынке никто не предлагает. Есть, конечно, iCloud и есть облако от Google, но для такой синхронизации нужно явно не 2 секунды. И касается это, конечно, не только смс, а многих приложений. Но есть и небольшая проблемка. Некоторые приложения требуют перезапуска, если вставить или вынуть телефон. Плюс не все игры из Android Market пойдут на планшете, так как магазин его не всегда верно определяет. Что касается самой под фон Station, то она имеет очень опрятный вид. Сзади покрыта материалом Soft Touch, у нее есть кнопка включения, кнопки громкости, разъем microUSB, передняя HD камера и очень качественный динамик. Звук вообще один из лучших, что я слышал на планшетах. Он очень четкий и качественный. Сзади, понятное дело, есть место для телефона. В прошлой версии планшет имел большую толщину, и телефон в горизонтальном положении закрывала крышка. Теперь все намного красивее и легче. Десятидюймовый экран планшета имеет разрешение 1280 на 800 пикселей и покрыт стеклом Corning Gorilla. Он имеет среднее качество, но вполне достойное. Но вот ничего выдающегося я в нем не нашел. Куда интереснее экран под фон 2. Он имеет почти такое же разрешение, 1280 на 720. Экран очень яркий, насыщенный, но главное, у него отличная передача цветов. Он сделан по технологии Sharp XO, на которую поглядывала Apple при разработке iPhone 5, но так и не взяла ее под свое крыло. Пока этот экран самый классный, что я видел. Это не слишком бледный экран iPhone 5 и не кислотный экран Galaxy S3 для фанатов Prodigy. К тому же покрыт он стеклом Gorilla Glass 2. Сам телефон имеет строгий дизайн у него скошен, углы и в общем и целом он очень здорово выглядит. Сзади ребристый пластик, а рамка сделана из стали. Телефон оборудован на 13-мегапиксельной камерой. Я сразу предлагаю не вестись на эту утку от прокетологов. Снимает она средне на самом деле, но у нее есть другие достоинства. Она может снимать HD видео 60 кадров в секунду, делать 6 снимков в секунду при съемке фото. Это рекорд на данный момент. Спереди также имеется HD камера. У подфон 2 больше нет micro HDMI, а снизу имеется micro USB и два разъема для соединения с подфон стейшн. Что интересно, то в комплекте шнур с micro USB выглядит так. Эти зубчики лишь усиленное крепление, в остальном это то же самое. Да и устройству подойдет любой сторонний шнур. Еще одна интересная особенность. Micro SIM. Лоток вынимается сверху и имеет такую же конструкцию, как у iPhone. Да и вообще он очень похож на лоток Apple и в комплекте, понятное дело, идет скрепка. У первого подфон была обычная сим-карта и находилась под крышкой устройства. Там был разъем под флешку. Теперь крышка не снимается и память с помощью карточки не увеличивается. И думаю, это не особо страшно. Стоит это счастье в России 35 тысяч рублей. В комплекте телефон на 64 гигабайта, станция и классный чехол, который позволяет поставить планшет в нужное положение. Скоро в продаже появятся версии на 32 и 16 гигабайт. Да и подфон 2 можно будет купить отдельно. Но когда это произойдет, неизвестно. Итак, 35 тысяч. Хорошая ли это цена? Думаю, для России это отличная цена за такое необычное и действительно полезное устройство. Сейчас iPhone 5 стоит дороже. А тут в комплекте и планшет, и чехол. Подфон 2 очень мощное устройство. И устройство очень красивое. Выглядит он дорого и сделан из классных материалов. Единственный его минус. Спустя минуту после того, как я взял его в руку, отклеилась надпись подфон. Это было очень неприятно. И это действительно единственный минус, который мне удалось найти. Но минус огромный. В остальном, телефон и планшет очень классные. Удобна такая связка тем, что все будет находиться в одном месте и сразу. Плюс, если нужно подзарядить телефон, то достаточно вставить его в станцию, а там выбрать режим подзарядки. Хватает телефона на весь день. С утра и до ночи. А планшета хватает на 2-3 дня. Ну а в общем-то что? Хочется назвать подфон 2 неоднозначным решением. А ведь на самом деле решение однозначное. Такая штука для тех, кому нужен очень качественный, быстрый и красивый смартфон. И нужен планшет, который не хочется каждый раз под себя настраивать. В этом и фишка. Вставил телефон и готово. Все твои заметки, контакты, смс, интернет, приложения. Все быстро и сразу. И цена в 35 тысяч более чем адекватная. Тем более для России. Подфон 2 был предоставлен магазином iCool.ru Ссылка на товар под этим видео. Обзор сделали Максим Хорошев и Денис Мухин. Вот наши контакты. Подписывайтесь на Розетки, твит нам так этого не хватает. И ставьте лайки. Я не прощаюсь с вами. До следующего обзора. Производство студии Квакпуч